хочу штрули а мясо только на кости вот такое осталось и поэтому хочу предварительно сначала приготовить мясо а уже потом кости сниму потом уже буду мудрить дальше и в разогретой уже наливаю масло у меня где-то тут килограмм мяса на кости и вот где-то 3-4 ложки масла и теперь обжарим кости вот эти мясо с костями с двух сторон обжарим накрою крышкой и так само мясо просто само будет томиться подготовлю тесто на штрули 5 грамм соли нет свои 10 грамм соли добавлю сода пищевая чайная ложечка сода пищевая и 250 грамм кефира добавляю яйцо и все хорошо поднялось и прям пеной поднялось и и мука 200 грамм ну тесто постояло я его так вот разделила пусть постоит это теперь мясо я отделила от кости вот отделил от костей сейчас порежу а я подсмотрела это у французских поваров вот они кости вот которые существуют кости после жарки куриные говяжьи они заливают вот этот луковую шелуху я от них то научилась и вот у меня получился вот такой бульон я где-то час на медленном огне час два провалила на медленном огне кости и вот у меня получился вот такой бульон просто мясо хочется быть чтобы ну как мягкое это все и все это идет от того что мясо было мягкое когда кушаешь зубов то нету и вот вот эти все мои хитрости и премудрости оттуда во а я кинула туда морковку луковую шелуху свою и вот получился такой красивый бульон а теперь это с кости мясо вот я его порезала вот на так мы мясо много едим и я и мой внук у меня внук как будто бы я его родила он что я люблю то и он ну как это собака за полгода привыкает к хозяину да там на сколько это время так и он уже слава богу 6 лет почти со мной вот хозяину и привык теперь берем так вот мой мой нагретый казанок вот вчера который жир был сейчас положу я этот жир туда уже весь не надо с мясо потому что там тоже жир и все туда бросим наху мясо и будем его обжаривать ну вот на этом этапе когда лук дожарился бросаю картошку и заливаю бульон чтоб покрыл картошку и я ведь не солила еще и вот мои 10 грамм соли все теперь это на медленном огне будет подходить а я этим временем будут с тестом работать на раскатанное тесто мажем сливочное масло я его растопленное сливочное масло я рукой мажу мне так удобно ну вот получились две колбаски хотели решила сделать и их берем разрезаем теперь когда картошка закипела я положила туда лавровый лист вот пока все это мудрило с тестом все уже картошка уже готова почти и добавлю туда томатная паста с перцем мою легче не лечи и вот когда ровно все это закипело убиваю об убил надо убить огонь сейчас я убью огонь и накрою крышкой где-то на 20 минут после того как выключишь надо чтоб минут десять постояла пять десять оно тогда вообще все сочное сочное будет вкусное вкусное будет мы будем кормить нашего красавчика как уж на день им мяски и это тесто они кормят совсем алика моя красавица я